На наш взгляд, в наибольших угрозах, которые нависали за этот год, мы голосование ставили и люди голосовали. Если можно, вот несколько голосований, я результаты озвучу, а вы просто свой комментарий. Значит, мы спрашивали у людей, боитесь ли вы потерять безвиз в конце 2020 года, вот что сейчас чувствуют люди, да? Значит, да или нет? Да, 81%, нет, 19%. Количество проголосовавших 8,5 тысяч. Вот 81% в декабре, сейчас мы с вами разговариваем, 2020 года боится потерять безвиз. Знаете, к сожалению, единственное, это все-таки аудитория аннексии. Это аудитория аннексии. А каждая определенная группа, она ведь собирает в себя, некоторые формируют как плюсы, другие собирают в руку к себе определенные тоже категории людей. Вот скажем, когда-то вокруг телеканала Украина, когда на нем раскручивали, тупо раскручивали Ляшко, и основные заявления, помните, кому безвиз нужен, бабка в селе не имеет, деньги поехать, и там до района доехать, денег нет и все прочее. И вы бы могли провести голосование во время аналитической какой-либо программы, серьезной, не во время там сериала и всего прочего. Как вы относитесь к безвизу, и у вас был бы там совсем другой перекос, в совсем другую сторону. Просто есть интеллектуальная часть и есть не очень интеллектуальная часть. И определенной части людей что-то вкладывают в голову. Хотя на самом деле безвизом на сегодняшний день все больше пользуются те, которые к нему как бы относились безразлично. Но пользуются. Вот я знаю, скажем, с Польши, это реально от самых близких людей, знаю информацию, что основная масса украинцев, которые работают в Польше, это не украиноязычный, украиноязычный гражданин Украины, западных областей. Нет, это русскоязычный представитель Донбасса, Харковщины, Средней Украины, уже теперь пошел в юг Украины. Вы в этой среде редко, уже довольно редко встретите людей, говорящих, скажем, на украинском языке. Язык, я не говорю, что это что-то определяющее. Мы с вами для очень большой, именно думающей части нашей аудитории говорим на русском языке. Им как бы немножко легче это воспринимать. Это как бы притягательный фактор. Мы к ним как бы приближаемся, но мы прекрасно знаем, что у них мнение, ощущение, мысли, чаяние тоже те же самые, что и у нас. Но те, кто работают там, ведь это в основной массе. Если, скажем, на время президентских выборов в той же самой Варшаве стояли огромные очереди. Люди по 8 часов стояли в очереди к украинскому посольству, чтобы проголосовать. И небольшой, но перевес все-таки был за Зеленского. То на сегодняшний день, я думаю, если бы прошли снова такие выборы, то те люди, которые разочарованы, как бы боятся потерять безвиз, им реально есть что терять. Но они бы проголосовали за Зеленского уже бы, наверное, 75%, а не 52% как-то на тех выборах. Это я про Польшу говорю. В других странах, возможно, немножко другая статистика, но тоже перекос сильно идет, очень сильный. То есть, на самом деле, люди, которые больше всего сейчас воспользовались этим безвизом, они сказать, что они его политически могут оценить. Да нет. Они как бы воспринимают, что это как бы данность. Оно было, оно получилось. Мы его потеряем. Ай-яй-яй, как же жить? Дайте нам что-то взамен. Кто виноват? Ну, Порошенко, наверное, виноват. Как всегда. То есть, на самом деле, огромное число для себя не определяют это. Даже те, которые сейчас сидят, вот сейчас, в эту минуту, сидят в Польше, зарабатывают там деньги, они в большой своей части к безвизу, как бы, когда вы им заявите этот вопрос, они как бы говорят, ну и что там, ну и безразлично. Ну, мы как-то справимся. Мы и так как-то себе найдем свои контакты. То есть, на самом деле, есть вопрос, как бы, ценностей и есть вопрос цен, их использования. Вот есть люди, для которых безвиз оказался непросто возможностью поехать, подыскать работу и поработать там. Ну, та же Польша дала возможность получать право на работу по безвизу. Других странах еще нет, но уже как бы Австрия к этому готовится, Германия, и, наверное, будут тоже это давать. То есть, 90 дней поработать там, 90 дней назад. Вот для части населения безвиз – это как бы право поработать, заработать деньги и тут их как-то потратить. А для другой – это ценность, это свобода передвижения. И то, что те другие тоже в основной массе не путешествуют туда и едут, а работать там, мыть там какие-то рестораны, таскать кирпичи на стройке, там ложить кладку, прочее, прочее. Как бы делают то же самое, а воспринимают совсем по-другому. Вот когда мы говорим о этих ценностях, мне очень вспоминается маленькая притча о соборе Парижской Богоматери. Трех строителей спрашивают, одного спрашивают, что ты делаешь? Ну, я работаю, чтобы прокормить свою семью, а ты что делаешь? Ну, я вот кладу кирпичи, а ты что делаешь? А я создаю собор. Вот отношение к безвизу, вот те, которые у вас, 81%, сказали, что мы боимся потерять безвиз, мне все-таки кажется, что с них абсолютное большинство – это те, которые строят собор. А те, которые зарабатывают или ложат кирпичи, они говорят, нам это не нужно, как бы мы и так найдем, что-то нам все равно государство должно, хотя и пользуются, но как бы не воспринимая. Те тоже пользовались, те тоже зарабатывали, тоже тот же самый собор строили. Ну, вот другого подхода. Вот это, наверное, большой плюс для аннексии, когда ценности здесь намного выше цен. Это значит, что хорошая аудитория. А потеря безвиза на самом деле, давайте поймем, на самом деле безвиз как ценность для нас уже год как бы утрачено. Потому что просто ощущение свободы, что вот я могу в любой момент сорваться и поехать. Дешевые перелеты у костами, да, нужно наперед, да, нужно научиться, да, нужно уметь в этих системах в интернете работать, выискивать, ну, можно. В принципе, человек с довольно умеренным заработком мог сорваться и поехать немножко попутешествовать, чуть-чуть. Просто почувствовать себя свободным вне нашей серости. А сейчас, ну, год мы уже этого не имеем, почти год. Мы уже этого лишены. Вот я лишен, я не могу. Кто может поехать? Да вот у тех, которые первые две категории строителей, тех собора Парижской Богоматери, которые не собор строят, а просто кирпичи ложат. Вот те могут поехать, потому что попасть на Запад по трудовым визам сейчас довольно нетрудно. Возможно. Но вот то, что для нас ценно, ощущение определенной свободы, как бы единства с этим западным цивилизованным миром, вот оно сейчас утрачено. И вероятность того, что оно возобновится, как бы нет. Потому что, с одной стороны, мы нарушили уже все, что можно нарушить по договору о безвизовом режиме. Если все-таки додавят НАБУ, это будет последняя точка. После этого уже все, это уже конец. Но я думаю, все-таки не додавят. То есть, оно где-то будет балансировать на грани, потому что Байдена боятся. Не за безвиз. Зеленскому, его услугам, как бы безразлично. У них всех дипломатические паспорта. Для них автоматический безвиз, даже когда для страны будет он отменен, для них он сохранится. Как бы им нечего терять. Но вот потеря реально, реально. С другой стороны, как бы вот сейчас начинается массовая вакцинация. После того, как она пройдет на Западе, там начнут формировать систему допуска в страну. Свободного допуска. Будет разработана какая-то система о паспорте вакцинации. Это все будет. Но как бы это обидно. Потому что до сих пор мы паспорта вакцинации видели только у домашних собачек. Там разных пород. Которые вы без этого не поедете по всему миру. Но увы, увы, большие эпидемии, они как бы немножко унижают людей. Они нас переводят на вот этот уровень. Что мы должны быть просто тупо не заразны. И мы, кто проведет вакцинации, кто сумеет это правильно отметить, зарегистрировать, прочее, прочее. То есть сможет спокойно ездить. Вот только наша страна, ну как страна, наша власть. Сделала все для того, чтобы в 2021 году мы оказались единственной стороной Европы. Вообще единственной со всех стран, которые имеют договоры по безвизу с Европейским Союзом. Которые не смогут ним воспользоваться. Потому что вакцинации в этом следующем году у нас, вероятнее всего, массовой не будет. Реально не будет. Плюс, для того, чтобы получить право снова воспользоваться безвизом, нужно наладить внутреннюю, хорошо сертифицированную, проверенную, не коррупционную систему выдачи вот этих паспортов. Не просто справок, а подтверждение государственного образца о том, что ты вакцинирован. Ну вот, появятся первые уже не самые дорогие. Мне по 200 долларов, скажем, суммарно за 2 вакцины, 100 долларов. Но я пожертвую. Мне трудно, для меня это деньги. И большие деньги. Но я жертвую это, чтобы получить эту вакцину. Чтобы как бы получить право въезжать в Европейский Союз. Но, а кто мне выдаст этот документ? Его ведь не будут мне в Польше выдавать. Меня ведь не в Польше вакцинируют. А в Украине частная клиника, которая мне выдаст справку. А со справкой этой меня в Европейский Союз не пустят. Со справкой этой я должен идти в украинский соответственный орган, который должен мне выдать уже доказательства государственного образца. А у нас об этом даже никто и не задумывается. У нас это вообще не прорабатывается никаким образом. Для собак проработано, для людей нет. Вот и вся история. Вот вам и история с безвизом. Так что, к сожалению, на определенное время мы его теряем. А потом, ну вот единственная надежда. Знаете, я очень плохо себя чувствую, когда мне приходится говорить, вот благодаря тому, что где-то в Америке у нас не все не будет так плохо. Это такое ощущение, такое, знаете, унижение и объектности. Вот я хочу быть субъектным. А тут я объектно, я должен говорить, вот только из-за того, что там есть Байден, который знает подновлодную Зеленского, который ему хочет отомстить, и который будет его бить по рукам, по ногам и по всем остальным торчащим частям тела-то, и уже не будет чем по фортепианам играть. Вот из-за этого. Из-за этого, что этот же Байден будет лупить по Путину по всех сил, и любые мезальянсы с Путиным или заигрывания с ним будут очень дорого стоить. Только из-за Байдена мы не скотимся, скажем, к России. Только из-за этого мы не разрушим окончательную антикоррупционную деятельность в Украине, потому что будут бояться Байдена. Вы знаете, это такое унижение, но это хоть какая-то мелкая гарантия, когда избрали власть, которой ни одного положительного момента нет. Единственный положительный момент в украинской власти это то, что они боятся Байдена. Вот дожились. Но на самом деле, вот только благодаря вот этому факту, ну мы можем рассчитывать, что до конца все так плохо не будет и не разрушат полностью все то, за что нам дали безвиз. Вот то все, что про Порошенко было сделано, до конца разрушить нам просто не дадут извне. Вот единственная надежда, но еще раз скажу, это настолько унизительно, что даже стыдно об этом говорить. Продолжение следует...